Друзья, всем привет! Это Илья, Катя, компания Американский визовый центр Атлант. Мы в Таиланде, мы вернулись из Индонезии в Таиланд. Дело в том, что возникла необходимость найти курсы английского языка, причем курсы, которые будут за рубежом, для того, чтобы мы смогли реализовывать визовые программы более сложные. Например, это рабочие визы, которые люди хотят получить, которые по статистикам выдают очень хорошо. Большую услугу не продаем и рекомендуем перейти на класс по визе ниже. Это не иммиграционные визы, такие как категория B1, B2, а виза F1 – это обучение на курсах английского языка за рубежом в Америке. Как правило, это те вузы, с которыми мы уже давно-давно работаем. Это в Нью-Йорке, на Манхэттене, в Друпплине и так далее. Итак, виз много, но уровень английского языка, знания английского языка не позволяют эти визы использовать. И приходится пользоваться тем, что есть. То есть не иммиграционные визы с высокой статистикой отказов. Вот сейчас в данный момент мы находимся в Таиланде, на Кхукете. Мы нашли школу. Мы сами, кстати, по принципу сначала сами попробуем, только после этого будем. Да, еще хотела бы сказать, что по статистике по рабочим визам тоже не самые высокие, да, взять G1 визу. Сейчас практически студентам ее не выдают. То есть если брать статистики по процентам 2000-го года, 2005-го года, то есть там каждый практически второй получал G1 визу. Сейчас или вообще ее хотят отменить, имеется 2-го контроля, или должна быть более серьезная подготовка. Поэтому мы приехали, выбрали самую лучшую школу, которую мы могли. И по рейтингам, и по отзывам, да. И в Таиланде, потому что английский у всех на уровне, я понимаю, хочу ехать работать, да, то есть должно быть действительно у консула сложится впечатление, что вы там не потеряете, что вы продатель выбрал именно того человека, кто может ему помочь наладить его бизнес, или быть хорошим сотрудником, или быть хорошим работником. И в любом случае рабочая виза – это тоже виза. В любом случае тоже зависит от решения консула. Но в чем различие отказа по иммиграционной визе и туристической визе? То есть когда я речь где-то о иммиграционной визе, отказа по, то есть, как, бумажку какую-то делать и прочее, там такого нет. То есть вам просто говорят, что нужно добрать, в чем была ошибка, да, и что нужно исправить. И вы заново продаетесь. Что, в принципе, не можем, то есть, не объяснять, побывать где-то визе. Поэтому хотелось бы объяснить еще один момент. То есть даже если вы выучите английский язык, да, допустим, вот у вас все получилось, вы знаете английский язык, но вы должны что-то предоставить работодателю, да, то есть английский – это хорошо, но кем вы будете работать и что вы будете делать, потому что, когда работодатель приглашает иностранца, да, он должен обладать какими-то серьезными качествами в виде какого-то опыта, какого-то стажа работы, да, импендрительных писем и прочее. То есть рабочая виза, она состоит из многих компонентов. Естественно, английский язык очень важен, потому что все собеседования будут на английском языке. Это здорово, но от вас тоже, да, мы вот ищем, да, мы вам помогаем решить проблемы, связанные с иммиграционной визой. Пойдите нам навстречу, да, и освоите какой-то навык, да. Кать, но в основном обращаются уже с навыком люди? Нет, я общаюсь с клиентами, мне звонят, да, и говорят, хочу работать няней, хочу работать там, по-раматикан. Понятно, понятно. Я хочу объяснить, что… С первым делом это компетенция. Ну, да, компетенция. То есть рабочая виза, она не предназначена для таких людей. То есть, естественно, или вы шеф-повар, да, то есть вас приглашает в ресторан, или, если мы говорим о няне, то, соответственно, работодатель нуждается именно в вас. То есть именно почему, да, то есть рекомендательные письма, стаж работы, то есть показать вашу, ну, полную сферу в этом профессии. Поэтому иммиграционная виза, повторюсь, состоит из многих частей. Английский язык мы закрываем, мы вам найдем людей, которые обучат вас в короткие сроки, вы его выучите без проблем, но имейте, пожалуйста, компетентность относительно профессии, которую вы хотите получать. Хорошо. Итак, Катя закончила. Да, у нас есть человек, у которого есть компетенция, но нет английского языка. А вот сейчас мы просто обязаны, я уже давно хочу это сделать, чтобы мы занимались рабочими визами, в том числе и миграционными визами, чтобы была школа, которая нас поддержит, которая обучит наших ребят, чтобы они без труда прошли интервью на английском языке, потому что от этого очень многое зависит. Вот по статистикам отказов, по иммиграционным визам в основном люди проваливают интервью. То есть когда начинаются вопросы на английском языке со стороны иммиграционного офицера, человек не может ответить на какие-то вопросы, человек не готов, но в итоге он получает отказ. Вот чтобы этого не было, чтобы не потерять свои средства, которые человек вкладывает до интервью, а именно на джоп-офер, поиск работы дателей, подготовка контракта и так далее. То есть чтобы этого не произошло, ваш уровень английского языка должен быть высокий. И это нужно сделать, да, и это нужно сделать в краткие сроки. Вот мы сейчас нашли школу на Пхукете. Почему на Пхукете? Потому что здесь у вас есть возможность практиковать, что самое главное. То есть учить английский язык у себя на родине, у себя дома, при этом общаться на своем родном языке, это одно. А учить английский язык за рубежом и при этом иметь круг общения англоговорящих, это совсем другое. Соответственно, этот вариант лучше. Вы можете сказать, что английский язык, помимо всего прочего, висы и вообще... Вы должны знать язык, куда вы ездите. Ну, естественно, человек едет в Америку, конечно же. То есть здесь вы и готовитесь к интервью, здесь вы приобретаете друзей для практики английского языка, и здесь тепло, здесь лето, круглый год, здесь все не так дорого, как, допустим, в Москве, да, там по ценам. Вот. И ваши навыки, которые вы здесь приобрели, вы также можете спокойно перенести в США. Вы же едете в Америку, вы едете в англоговорящую страну, вам английский язык в любом случае нужен. Вот живой пример, да, вот у нас есть друзья, которых мы отправляли без английского языка. Чем они занимаются каждый день? Они работают с утра до вечера, уровень английского у них, они живут на Брайтон-Бич, никакого, то есть сплошной русский язык, то есть никакой практики. В итоге люди там по 5, 6, там 7, 8, 10 лет живут в США, и английский язык, языка у них просто нет. Они общаются на Брайтон-Бич только по-русски. Поэтому, несмотря на ваш выбор, да, то есть какую визу вы выберете, в любом случае, прям обязательно, это будет, нужно знать язык той стороны, куда вы едете. Да, ну а мы, как по принципу работы нашей компании Атлан, да, сначала проверяем на себе, и после этого уже предлагаем нашим клиентам, так же, как и по спортивным программам. Вот сейчас у нас очень хорошо люди получают визы для пруштистов, спортсменов-пруштистов, это виза P1, это виза B1, туризм плюс профессиональный спорт. Мы сами это проходили, я сам учился в Калифорнии, на спортсмены-пруштисты по программе USPA, это американская система лицензирования. Вот, серфинг программа, вот Екатерина прошла полный курс серфера, теперь она может вам об этом... Да, сделаем отдельное видео, Катя расскажет, как это все происходит, дайвинг программы, вот. То есть мы это проходили, так же сейчас с английским языком, то есть мы пройдем, мы будем понимать, как это происходит, каким образом сможем сделать отзыв, объективный отзыв о работе школы, ну и после этого уже продавать эту программу вам. Таким образом, имея в запасе английский язык, у вас открывается возможность. Первое. Вы можете взять неиммиграционную визу категории C1D, работа на круизных лайнерах. Это виза, которая очень хорошо дает гражданам и Узбекистана, и Киргизии. До 30 лет, даже до 35 лет, вы можете спокойно получить эту визу, имея английский язык. Второе. Вы можете запрашивать иммиграционные визы. Это визы по работе, зависит от вашей профессии. Как найти вам джоп-офер, как вам помочь с трудоустройством, это будем делать мы. От вас требуется знание английского языка. И компетентность. Соответственно. Открываются возможности на другие категории, чтобы выйти из этих высоких статистик отказов по визе B1, B2. Это самая распространенная виза, которую запрашивают, и самая большая статистика по отказам. То есть нужно просто расти. Расти интеллектуально, расти и увеличивать свои возможности. А мы вам в этом поможем. Подписывайтесь на наш канал. Подробности под нашим видео. В описании. В описании. Да, у нас теперь три новых сайта. Вернее, один старый, два новых. Это sportsdefis.usa.visa.com Это программы спорта. Три программы спорта. Можете посмотреть, ознакомиться. У нас есть сайт по программам убежища, в том числе и в своей стране. Это emigrantdefislawyer.com Ну и наш основной сайт usavisa.com Где все тоже есть. Всем всего доброго. Привет из Пукета. Смотрите наше видео. Пока.